Привет всем, дорогие друзья! Я и мой маленький друг сегодня без петельщик решили, потому что тут вот такая пам-пам-пам! Слышите, какая здесь атмосфера? Мы находимся в аквариуме. В гостях у нас очаровательная Екатерина, и говорить мы будем про разные вещи, но в частности про, например, представителей сильного пола. Конечно, масса есть у меня историй в жизни, как юноши, половозрелые иногда даже за 40 лет, уходят от девушек и оставляют их с рядом проблем. То кредит они выплачивают, то квартиру он их продаст, то еще что-нибудь. В этой связи ты думаешь, тебе-то что так не фарти, ты-то что как-то уходишь по-человечески. Зато все отношения сохраняются нормальные. Мы прямо с места в карьер, потому что я попросил Екатерину рассказать историю, которая меня просто убила. Ну а к чему это, вы поймете чуть далее. Во-первых, ты же мать, да? Я же мать, да. У меня ребенку 8 лет. Вот, и я такая уже состоявшаяся мать. И, конечно, все, что сейчас происходит с моим ребенком полностью, моя ответственность, так же, как и моя собственная жизнь, собственно, да, я отдаю себе отчет в том, что я говорю, делаю. А для чего я это делаю? Нет времени просто покуражиться и отдохнуть, как это может было делать лет 10 назад. Я предположу, что у ребенка был отец. И есть, наверное. Ну, есть, конечно, какие… нет никакого секрета. Он есть, все с ним хорошо, жив, здоров. Вот, позванивает. Расскажи про вот твои последние замечательные взаимоотношения, ну, в том ключе, в котором ты можешь рассказывать, к чему это привело и так далее. Крайне интересно узнать. Да, ну, я начну издалека, так, пошире, как обычно, как мы это любим. Я сейчас, собственно, так как на мне вся ответственность занимаюсь тем, что я работаю, ну, так, на секундочку, да. И эта работа довольно много времени у меня занимает в качестве соцсетей, ну, то есть в соцсетях я провожу довольно много времени, так как тот проект, который я делаю, а именно это экологический проект, очень важный, то есть выставка в апреле, все грандиозно, много людей занято, и делаем огромную инсталляцию, которую я придумала довольно давно, почти год назад. И сейчас свершилось, что наконец-таки она случилась, все здорово, мы много сил уложили, большая команда, там больше 20 человек, вот. И тут вдруг, при том, что мы это все освещаем в соцсетях, приходит, ну, в одно прекрасное утро, куча каких-то странных сообщений на вроде как. Вот, Катя, а ты посмотришь вообще, что происходит, что про тебя пишут? А я в соцсетях обозначаюсь как Ирина Берг, ну, и там 100 вопросов почему, я тоже могу про это рассказать, еще никакого секрета. Вот, и, то есть я не скрываю, что у меня имя другое в жизни, но я хочу себе и своему ребенку оставить какое-то количество пространства. Поэтому это такая моя территория маленькая, где, собственно, в соцсетях я под одним именем в жизни, я под другим. Все, кто меня знают, без проблем ориентируются в этих несложных задачах и так далее. Ну, короче. Вот, и приходит куча всяких сообщений, я ничего не понимаю, просто огромное количество людей, потому что у меня там в Инстаграме было там 700 подписчиков, мне как бы, я делаю это, потому что я делаю проект. Это такая обязательная часть, если ты делаешь что-то для людей, ты это делаешь. Вот. Ну и я звоню, собственно, Леше, который занимается сайтом, Инстаграмом и так далее. Говорю, Леша, что-то происходит, и какие-то люди мне присылают запросы, а я довольно плохо в этом вообще, во всем ориентируюсь, потому что я, ну, это большая работа. Я наговариваю там пост, и дальше там картинки какие-то подбираю, визуальный контент, говорю, как это должно выглядеть, но в целом это не моя такая основная львинная часть. На что человек, который всем этим занимается, говорит, Катя, не заходи. Я говорю, а что случилось? Он говорит, слушай, ну я не хочу тебя сейчас там расстраивать, потому что у нас на следующий день я должна была ехать в Москву, читать лекцию там и так далее. Ты просто не заходи, а я как бы все там сделаю, все будет хорошо. Я говорю, ну давай уж, что там не заходи, то есть как бы ты от меня все равно ничего не скроешь, я в итоге, если мне надо будет, зайду, да и все. Вот. Ну, в общем, что оказывается? Оказывается то, что на сайтах, телеграм-каналах, которые рассказывают о проститутках и эскортницах, размещены мои фотки. Более того, размещен мой паспорт. И чтобы ты понимал, паспорт есть у меня, у моих родителей, ну, копия, да, и у моего бывшего. Ну и все. Ну как бы я же разумный человек, правильно? Куда я буду выкладывать свой паспорт? Ну хорошо. А подожди, а ты не проститутка? Сейчас вопрос такой. Граждане, я не проститутка, не эскортница, никогда не была ей. И предлагать мне что-либо, я уже записала, не знаю, 8 сторисов на тему того, что, ребята, все ваши предложения вы можете оставить себе. Какого человека потерял рынок, посмотрите. Ну хорошо, то есть получается так... У меня с самооценкой просто все нормально, в смысле, серьезно, ребята, никаких с этим проблем. Как вы считаете, у меня могут быть проблемы какие-то с личной жизнью? Кроме того, что меня бывший жестко травмировал, и теперь мне просто вообще не хочется никаких отношений ни с кем. Потому что, ну, ты после того, как начинаешь впахивать как лошадь, и ты думаешь, вообще нужны ли тебе отношения? Ну серьезно. Ты, у тебя там ребенок, какие-то люди, которые, у которых тоже есть претензии, желания, внимания они хотят все времени, а тебе как бы надо работать, потому что у тебя тупо денег нет. И в этот момент ты просто такой... Так, вернемся к нашему Розанскому балету. То есть появилась вот эта информация, кто-то ее разместил, и методом несложных логических цепочек ты пришла к выводу, что это сделал твой бывший. До стопроцентов. А там, понимаешь, даже то, каким языком это все написано. И в конце прислушивайтесь к тому, что говорят ваши знакомые. То есть ничего, что ты с человеком 8 лет прожил. Это пофиг. А что говорят ваши знакомые там, и ваши личные фантазии. Вот это вот аргумент. Так, ладно, давай структурировать. Потому что ты сейчас уже рассказываешь историю. Потому что ты уже проговорила это для себя миллион раз. Нет, под фотками просто еще была информация. Более того, вот на том канале, самом популярном, на который выложили, там обычно это все текстом пишут, поливают грязью. А там были просто скриншоты. То есть не как у остальных девочек. А вот этот текст, он был просто скриншотами, под фотками размещен. Я когда зашла... Так, а смысл в том, что ты... Я из корницы. Ты из корницы? Ты из корницы рублей с продолжением за ужин. И я вот такая сякая. И всю жизнь всех обманывала. И вообще там с пенсионерами жила. А тут встретила парня. Всегда, всегда я встречалась с пенсионерами. А потом я встретила парня. Вот, чтобы ты понимал тоже про текст, да? И вдруг я с ним вот пожила сколько-то, но потом мне всего стало мало. И я опять ушла к пенсионерам. Смысл типа такой. И я такая серьезно, сама читаю, чуть не расплакалась. Думаю, ну что же со мной не так-то? Что же я просто за дебил такой? Давайте послушаем сейчас психоаналитика в комментариях, которые обязательно сейчас нарисуются. И расскажут, что с тобой не так. Давай дальше едем. То есть были разрешены эти сообщения. А какова мотивация этого поступка, по твоему мнению? Я не хочу вообще задумываться о мотивации человека, который так делает, потому что в моей системе ценностей такого вообще в принципе не было. Вот. То есть, ну я даже никогда не могла подумать, что он так сделает. Но я тебе скажу, что когда два года назад он продал мою квартиру, и мы в 12 часов ночи с ребенком прилетели от моих родителей, они не смогли открыть дверь, потому что просто были поменены замки. Я отвезла ребенка к бабушке, приехала разбираться, вызвали ментов. И просто показали мне бумажки, что квартира уже не моя, при том, что я единоличный владелец этой квартиры. А как он смог продать квартиру, если ты единоличный владелец? Была оформлена доверенность на момент, когда я уезжала. И, соответственно, я приехала, я просто никогда бы не подумала, что человек, которому я просто честно сказала, знаешь, я просто не вижу больше точек соприкосновения, мы с тобой вообще разные люди, у нас с тобой разные ценности и все остальное, уехала к маме, соответственно, после этого разговора. Приезжаю через полтора месяца, просто все, квартира продана, менты, замки, плачущий ребенок, который говорит, типа, я хочу спать, потому что 12 часов ночи я хочу там у себя в кровати и т.д. и т.п. И у меня, конечно, в тот момент, я позвонила, естественно, своим опять родителям, от которых я только приехала, и говорю, ну, слушайте, должны же быть у человека какие-то внутренние хотя бы границы вообще, ну, как бы система, координат. Вот. И то есть я, ну, так как я бы так никогда не сделала, я не думала, что кто-то так сделает. Да, я может быть наивная там и т.д. Но я считала, что если я столько лет прожила с человеком, значит, ну, мы с ним близкие люди, как минимум, у нас ребенок. И даже если он может поступить со мной так, то с ребенком он никогда так не поступит. Но это нет, оказалось неправильным, да. Вот. И после этого всего еще и через два почти года мы узнаем, что, оказывается, можно сделать еще больше и дальше пойти и так далее. Я тебе больше расскажу, что мне написали ребята с разных каналов, мальчики, девочки, о том, что идет постоянная работа на тему, где бы разместить еще круче, новый материал. И типа, ой, давай, пишите, что хотите, напишите, что она чем-то болеет, там, что она такая-сякая и тра-та-та. Ты сейчас говоришь про какой-то инсайт, который тебе прислали уже как… Да, скринами просто прислали несколько человек и говорили, слушайте, разберитесь с этим. Что к ним поступил такой запрос. Да, да. И вы там как-то отслеживаете свой круг, люди на вас подписаны, вот, но и они смотрят, вы как-то себя обезопасите, потому что, ну, нужно с этим что-то делать. И тут вдруг мне приходит в голову мысль о том, что у меня такой чистенький инстаграм, стерильненький, на тему того, что я вся такая чудная ангел-девочка, которая занимается экологией и тра-та-та. Люди меня не видят. Вот, в этих во всех постах также написано про то, что я деградировала и не умею разговаривать, что я могу произносить что-то только заученное и, в общем, ни на какие темы поддержать разговор не могу. Ну, собственно, вам судить об этом, о моей лексике и так далее. Она не идеальна, но я не думаю, что у меня есть какие-то проблемы с этим. Давайте-ка поговорим про футбол, да? А теперь эксперты. А теперь проведем эксперимент на тему лексики. Окей, смотри, вот проекты, которыми ты занимаешься, что это за проекты? Вот ты говоришь «экология». Это про что, о чем, зачем? Я работаю, прям моя основная работа, я эко-спикер. Подожди, эко-спикер. Да, я читаю лекции по экологии. Читаю их и в каких-то фирмах, читаю их и в школах, ну, то есть разная у меня абсолютно публика есть. Есть часть бесплатной работы, есть, естественно, оплачиваемые лекции. Почему, собственно, это происходит? Потому что сейчас государство предусмотрело какое-то количество льгот для фирм, которые пытаются стать экологичными, ввести раздельный сбор мусора и так далее. И, естественно, на это есть спрос. Грубо говоря, ты предоставишь какую-то экспертизу им или это консалтинг или что это такое? Во-первых, я рассказываю им, как оптимизировать процессы, там, например, закупки бумаги в фирме, чтобы это было экологично. Как организовать раздельный сбор. И это можно как-то подтвердить печать и потом подать эти бумаги государству и получить от государства какие-то ништяки. Да, они довольно небольшие, но я думаю, что темпы будут расти на эту тему. И они, конечно, даже мусор начинают вывозить раздельно и, соответственно, да, получают льготы. Особенно те, кто владеет зданием, а не берет в аренду. А льготы, они выражаются в каких-то послаблениях в налогах или в чем? Да, прежде всего это налоги, да. Ну, довольно маленькие пока. Тем не менее, уже те большие фирмы, которые реально зарабатывают, они уже идут на это, для них это ощутимо. Понятно. А как ты дошла до жизни такой, как ты стала, не побоюсь этого слова, сейчас я соберусь, духом эко-спикером? Ну, я 8 лет жила за рубежом. Мне кажется, уже все, наверное, про это знают, но кто не знает. В смысле все, я имею в виду все, все те, кто знают. Это история, вдруг кто не знает, я жила за рубежом там, в Гонконге, в Америке, там, в разных абсолютных местах. Последнее Лондон был, последнее место это было Лондон. Вот. Грейт Бриттон, да. Вот. И, собственно, везде, когда ты приезжаешь в какую-то страну, ты начинаешь адаптироваться как-то к быту. Вот. Быт везде разный, и как бы не казалось просто приехать в страну, приехать туда как туристы и жить там, это разные вещи абсолютно. Вот. Ну и, соответственно, денежками меня быстренько приучали и мусор делить, и следить за тем, что происходит вокруг, не выбрасывать бумажки. Ты имеешь в виду штрафы? Штрафы, конечно. Ну, то есть самый яркий пример был, когда я в Лондон только приехала, сняла квартиру и выбросила коврик не туда. А потом мой сосед и я на пару 500 фунтов заплатили за ковричек, который 100 стоил. Вот. Притом мой сосед, который просто не сказал мне, что я не туда выбросила этот коврик, заплатил тоже. На что я ему говорю, ну, Грег, может, все-таки как бы я чувствую как-то вину свою. Он говорит, нет-нет, я знал, я видел, поэтому да, я виноват, короче, я заплачу. И вот эта сознательность людей за границей, которым прямо с самого маленького возраста объясняют, что зачем и почему, она меня на самом деле поразила очень сильно. И, ну, конечно, я как девушка впечатлительная решила, что это у меня отзывается, мне это тоже важно. Ну, я это делать могу, это довольно просто. И так далее. А потом я приезжаю домой, вся эта череда семейных перемен, и, собственно, я стала zero waste за один день. То есть он меня даже не пустил забрать вещи свои, там, ни одежды, ничего. И я, собственно, с одним чемоданчиком думаю, да, о чем мне терять? У меня все нормально, я же как бы с адекватным мозгом. И у меня есть все навыки, мне не надо много, да. То есть у меня есть руки, ноги, голова, я вообще в полном рассвете сил, в прекрасном возрасте, с образованием, с языком и так далее. Все есть, надо просто что-то делать. Конечно, немножечко меня размазало на месяцок, я так думаю, что, боже, куда, зачем, бежать и что-то хвататься. Да. Но родители меня так поддержали активно, и я практически со всеми своими знакомыми перестала общаться и приняла решение уехать в Петербург, при том, что я была в Москве. И при том, что я до этого не жила в Питере, ну, конечно, была здесь, но это для меня был абсолютно новый город. Я думаю, да, почему нет? Ну, опять-таки, у нас были причины, что школа была в Москве проплачена, единственный филиал в России этой школы был еще в Питере. И так как в Москве я не захотела оставаться, потому что я чувствовала просто опасность со стороны бывшего, ну, потому что у него есть связи, а я все-таки без квартиры, без дома, без всего, то есть, и как бы, да, никакой зоны комфорта не было. И я уехала просто в Питер, в эту школу, в съемную квартиру, снятую просто за три дня. Вот. И не жалею. Слушай, все рвутся в Москву, а я вот езжу на лекции раз в две недельки, и не хочу, вообще не тянет. И если так сложится, что я уеду опять в Екатеринбург, откуда я родом, вообще без проблем. Все девчонки, ну, я часто слышу, не все, не будем брать общую массу, я очень часто слышу, приходя в кафе, в кофейню, там, как девчонки 20 лет, такие, а, надо гнать в Москву, там столько перспектив. Если у тебя внутри все в порядке, если знаешь, что ты делаешь, что у тебя в голове, какие у тебя задачи, цели, тебе не надо ни в какую Москву. Тебе надо быть просто на одном месте и понимать, куда ты вообще двигаешься. В Вологде. В Вологде, да, к Вологде. Если там есть что делать, если у тебя есть крутой проект, найдутся люди, которые дадут тебе помещение, материалы, как у меня случилось. То есть, сделать вот эту инсталляцию, которую мы сейчас выставляем, для меня это было на грани фантастики год назад. Я сидела ее, рисовала. Прости, а в чем смысл этой инсталляции? Ну, то есть, как бы, он какой-то прикладной или концептуальный, или что это? Да, это огромная инсталляция, 3,5 метра, которая сделана полностью, кроме каркаса, из чеков. Что такое чеки? Чеки – это не бумага. Чеки – это термобумага, которая не перерабатывается. Она пропитана бисфенолом, и, собственно, при контакте с кожей за 6 секунд бисфенол впитывается вам, проникает вам в кровь, и при определенной концентрации этого вещества в вашей крови провоцирует заболевание от депрессии. Если взять немецких ученых, то они протестировали… Вот почему у меня депрессия, чеки, все, я понял, чеки. Я их так трогаю. Часто. Часто. Приходи в мастерскую, у нас люди… Я трогаю чеки, и после этого впадают… Ребята, если у вас депрессия, не трогайте чеки, носите с собой пинцеты, берите их пинцетами. Я еще не договорила. Самое ужасное – это бесплодие. А, бесплодие? Реально, и учеными это доказано. Нет, серьезно. Просто, ребята, надо относиться к своему здоровью адекватно и реально беречь его. Сейчас куча факторов. Помимо плохого воздуха, воды, там все жалуются, все. Но с этим можно работать. А есть какие-то вещи, которые вы можете просто избегать. Вам спрашивают, печатать чек? Ну, откажитесь от него, какие проблемы? Нафиг он вам нужен, объективно? Хорошо, какие-то большие покупки. В Лондоне, например, 4 года назад приняли закон на тему электронных чеков. У нас тоже есть такой законопроект. Но есть инсайдерская информация, что ближайшие 2,5 года его не примут. Но, тем не менее, так как он уже есть, с этим уже можно что-то делать. Изначально инсталляция была задумана, чтобы поддержать это все. Сейчас мы просто делаем... Извиняюсь, я перебью. Так у нас же есть закон о потребителях, где тебе просто обязаны... Даже если ты скажешь, что, знаете, не нужен чек, как я обычно говорю, в магазинах, не потому что я боюсь бесплодия, потому что мне реально нахрен не нужен этот чек, но его все равно печатают, потому что они не могут его не напечатать. Да, так и есть. Но я имею в виду, что если ты адекватный человек и понимаешь, что ты не хочешь держать это в руках, ты просто говоришь, мне это не надо. И они уже изначально убирают. Мы, например, сейчас собирали в 16 ресторанах и в двух эко-магазинах эти чеки для инсталляции. Мы собрали... Вот, Паш, мы собрали... Я печатала неделю назад 270 килограмм за полтора месяца. Сейчас у нас уже 340. В мастерской лежит, потому что нам довозят и довозят, и довозят, и довозят. В итоге... А как ты будешь эту инсталляцию транспортировать? Ну, заказываем Газелькин и вперед, все нормально. Тут грузовичков, никакого секрета в этом нет. Я к тому, что кого бы мы ни попросили, все нам с удовольствием помогли. И когда просто было предложение с X5 Retail Group продолжать этот день, мы поняли, что за один день наши 80 квадратов ровненьким слоем покроют просто... Да, я думаю, что ты скоро можешь весь Невский чеками выложить. Легко. Я придумал название твоей инсталляции. Check it up. Да, но у нее уже есть название. Она называется EcoCheckArt. Вот, и что еще круто, сейчас мы с ребятами-химиками из Екатеринбурга, у них такая серьезная лаборатория, делаем фильтр для того, чтобы чеки перерабатывать. Я надеюсь, мы будем номер один в России, кто это начал делать. Ну, то есть это реально прям круто, и это реально возможно. Я думаю, что к лету мы созреем и запустим все это дело. Переработка чеков, да. Ну, слушай, их берут, там, типа, сделать визитки и сделать бумагу акварельную. Я в том году занималась такой фигней, вот, замачивала это все в воде, но суть в том, что вода после этого коктейля, она ядреная настолько, что у меня были химические ожоги на руках, вот. При том, что я делала благое дело, ну, как я это люблю, ввязаться в что-нибудь и давай. Вот, для аукциона, для детских домов я делала объемные такие борды из бумаги, из вот такой переработанной. И это была такая довольно толстая бумага, но смотрелось все в итоге довольно красиво и хорошо. Но я тебе говорю, что результат такой, что я перчаточки не надела и получила себе. И даже если бы я надела перчаточки, вот не факт, что они же пористые, ну, как уже понятно всем. Тем не менее, ну, какая-то безопасность от этого есть. Слушай, все про коронавирус переживают. Вот, оказалось... Я не переживаю. Вот у меня бабушка приехала вчера, она переживает. Как в телевизоре скажут коронавирус, в телевизоре не скажут, что ты можешь сдохнуть тут еще от 58 факторов, понимаешь? Нет, ну, просто меня поражает. Никто не знает, что это такое, да, а это там определенный вид пневмонии. Почему? Потому что ребята в Китае любят поесть летучих мышей, недоготовленных. Они такие аль-денток, классные такие должны быть. Вот. И, собственно, от этих летучих мышей уже установили ученые, они это подхватили все. А тут реальные люди каждый день берут эти чеки в руки, бедные эти кассиры, мне их реально жалко. Вот. И сами себя гробят и еще не знают ничего. И когда ты начинаешь им говорить, они говорят, да это фигня, вот такая бумажка, что она мне может сделать. Например, детские бутылки заворачивали в такую полиэтиленовую упаковку, и она содержала определенную интерпретацию бисфенола. Америка, Израиль, Австралия и половина стран Европы запретили просто вообще бутылки эти. Не то, что упаковку эту для бутылок, а бутылки эти. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди осознают степень опасности. Потому что если беременные в определенной концентрации ловят этот бисфенол, то происходит мутация зародыша реальная. Это доказано, понимаешь? Столько исследований, но у нас же люди не любят читать. Так вот, мы делаем. Как можно людям что-то негативное объяснить? Очень просто, я тебе могу рассказать. Искусство. Ну, наверняка у тебя есть на это своя точка зрения. Я просто как рекламщик тебе могу рассказать. Как раз негатив до людей донести гораздо проще, чем какой-то позитив. Слушай, я столкнулась, и люди просто, они как будто в каком-то этом, в наушниках все время, знаешь? У меня чуваки хотят ЖКХ организовать в доме. Я им там чуть-чуть помогаю. Ну вот, пожалуйста. Какие чеки, какой коронавирус? Ну всем похрен. Вот, и как бы о том и речь. Но культура и искусство, это, в общем, знаешь, для тех, кто готов что-то послушать, что-то посмотреть, сходить куда-то, ну там, в галерею, еще куда-то. И таких людей становится все больше. И за время создания инсталляции я не встретила людей, которые бы мне отказали, объективно. Просто, что девчонки-волонтеры у меня работают, за просто так собирают реально. Эту инсталляцию приходят, там, клеят. Они все в мухе учатся, грамотные люди, там, скульптуру из чеков все вместе лепим на колен. Значит, смотри, Шина, я тебе рассказываю. Тебе надо сделать скульптуру Путина из чеков. И все, и ты, и ты в топчике. То есть, как бы, значит, про тебя все вот эти вот напишут. Да, и еще тебе надо будет сделать скульптуру обязательно Христа, показать ее Милоновой, Поклонской. И все, что делал с тобой твой бывший, покажется тебе цветочками. Но тогда ты взлетишь просто, ты встанешь вот в гугле, знаешь, тренды вывешиваются. Вот ты будешь номер один. Поэтому срочно своим этим из мухи девочкам, значит, давай задание, и будешь ты в шоколаде. Слушай, ну вышел новый папа сейчас, вот. А там уже монашки вокруг сверкающего креста так танцуют эротично, что, ну, невозможно уже переплюнуть просто. Не, конечно, возможно, но крест не будем трогать просто. Вот, поэтому за красоту, за веру у меня к ней очень, мы с тобой разговаривали об этом, я такой на эту тему неоднозначный персонаж. Вот, потому что религия для меня такое, специфичное у меня понимание. Давай зациклим нашу беседу, вернемся к тому, с чем мы начинали. Ну вот ты говоришь, что это как-то история, она отразила, ну, она, то есть, нанесла тебе все-таки определенные удары по твоему мировоззрению, бла-бла-бла. А вот, что, все, мужики-козлы, или как теперь концепция-то, как она устраивается? Почему у меня нет такого? Я сейчас вообще, если честно, мало думаю о мужиках, потому что у меня какие-то вообще другие цели, задачи в жизни. А они о тебе думают, я думаю. Ну, пусть думают. Я, я, я не какая-то мужа-ненавистница или что-то такое. Если я встречу достойного человека, все классно. Вот, просто я надеюсь, что после таких травмирующих ситуаций будет вообще какой-то вариант, шанс на сближение, потому что доверять людям все сложнее. Ну, то есть, и в дружеских отношениях, и в деловых, и вообще в любых, потому что, что бы ты ни делал, когда ты, ну, то есть, ты со многими можешь поговорить. Ну, я не знаю, я довольно открытый человек, я могу на любые темы поговорить, с любым человеком, даже если он мне не очень нравится. Мне это не сложно. Вот, но это говорит о доверии примерно ноль. То есть, если я с человеком разговариваю там и выгляжу открыто, это не значит, что я ему доверяю. Это значит, что он не задел тех сторон, которые бы меня... Либо я балансировала бы хорошо, вот. Поэтому все окей, я верю в любовь, все хорошо. Просто у меня, видимо, ее не случилось или случилось как-то вот неправильно пока. Вот, мне 31 всего. А мне написали 27, прикинь, я нормально выгляжу. Ну, ничтяк, мне вообще 44, как бы, поэтому ты вообще для меня девочка. О-о. Ну, что, друзья мои, значит, ну, во-первых, мы оставим ссылки на твои проекты вот в описании под этим видео. Соответственно, можете там заходить, задавать какие-то вопросы. Помимо того, сколько ты там берешь за ужин с продолжением, ну, и, может быть, какие-то другие у вас вопросы родятся. Я думаю, может, твои бывшие про меня что-нибудь где-нибудь напишут, я там, не знаю, пидорас, например, или что-нибудь, все думаю, кто бы... Слушай, он же за это платит, он не захочет за тебя платить. Кто ему не сделал, говно? Кто мне-то, наконец, он глядит такую пиар-компанию, чтобы не начали там писать. А я бы им говорил, ну, чувачок, давай там предоплату высылай, я подумаю. Вот, пожалуйста, на чеки скинься, как бы, Катя, и все. И после этого я с тобой пообщаюсь. Соответственно, от себя я вам хочу напомнить, что, естественно, у меня там тоже всякие мероприятия идут. Может быть, вы про них даже знаете. Тоже ссылки оставлю там внизу. Ну, а самое главное, если реально, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, а может быть, даже предложения для Екатерины, видите, все, 31 год, девочки. А уже я ж мать, а уже там чеки там клеит. Прекрати, мне не нужна реклама, у меня все нормально с вами. А, вообще забейте, не надо ничего. Забейте, да. Все нормально. Ну, тем не менее, оставляйте комментарии вот там. Будет небезынтересно почитать. На этом все. Увидимся. Пока. Алло, а моя добивка. Любите друг друга, любите свою планету и всем мир. Вот это все. Да, вот это все. Любите и не обижайте хомячков, пожалуйста. Вот это самое главное. Это уже отлично от меня. Саркан вообще неуместен. Ну, планету любите, да. Любите ли вы планету, как любит ее Катя. Вот теперь точно все. Спасибо. 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 Спасибо.